Владимир Ильич Ленин Владимир Ильич Ленин Владимир Ильич Ленин В ноябре 2017 года сборная России проиграла Аргентине, в марте 2018 уступила Бразилии. Что ж, будем надеяться, в первом официальном матче сборная России сыграет намного успешнее и победит Саудовская Аравия в матче открытия Чемпионата мира. После реконструкции Лужники вмещают 81 тысячу зрителей. Из каждого из этих кресел открывается идеальный вид на поле. Во время Чемпионата мира Арена примет 7 матчей, в том числе матч открытия, полуфинал и, конечно, главное событие четырехлетия – финальный матч. Москва полностью готова к Чемпионату мира, включая всю инфраструктуру, конечно же, спортивную. Это два стадиона. Главная арена стадиона – это Лужники. Главная арена чемпионата – это Лужники, потому что здесь пройдут 7 матчей, включая матч открытия и главный матч Чемпионата мира, его финал. И «Спартак», где пройдут 5 матчей, транспортную инфраструктуру, инфраструктуру города. И Москва готова принять гостей со всего мира. Мы ожидаем, что большое количество и футбольных болельщиков, и гостей в этот период приедут в наш любимый город. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех. У нас двери открыты для всех. Приезжайте, и даже те, кому не достались билеты на Чемпионаты мира, будут иметь возможность приобщиться к атмосфере праздника футбола, мирового футбола. И буквально через реку напротив, на площадке перед главным зданием Московского государственного университета, будет организована официальная фан-зона чемпионата, вместимость которой будет 25 тысяч человек. И будет она работать каждый день во время проведения матча. Открываться за три часа до начала матча и закрываться, соответственно, через час после окончания последнего матча. Вы, наверное, обратили внимание, что внешне стадион сохранил свои исторические облики. Я считаю, это наше главное достижение, что нам удалось даже в ущерб вместимости, потому что изначально планировалось и по требованию в FIFA стадион должен был вмещать 88 тысяч болельщиков. А мы с FIFA договорились о том, что стадион будет вмещать 81 тысяча болельщиков. Но нам удалось сохранить исторические облики, я имею в виду внешние стены стадиона, а внутри это абсолютно новое и современное спортивное сооружение, которое отвечает самым высоким требованиям для проведения и чемпионата мира по футболу, и каких бы то ни было культурных и спортивных мероприятий. По предварительной информации, стадион Лужники будет главной ареной для проведения домашних матчей всех сборных команд Российской Федерации. И мы планируем также проведение различных культурно-массовых мероприятий на стадионе Лужники, поскольку инфраструктура здесь самая современная. Москва все-таки, это ни для кого не секрет, является столицей не только России, но и чемпионата мира по футболу. Поэтому наибольшее количество и болельщиков, и гостей мы ожидаем в Москве, плюс Москва будет главным транспортным хабом во время проведения чемпионата. Поэтому мы готовим большую и культурную программу, и различные интерактивные площадки, где все гости могут прикоснуться к этому большому празднику. И Москва, и Россия имеют опыт, и богатый опыт проведения крупных спортивных мероприятий. Москве в этом плане, наверное, легче, потому что мы каждый год принимаем по нескольким чемпионатам мира по различным видам спорта. Конечно, чемпионат мира по футболу не сопоставим по масштабу и по интересу и болельщиков, и всей мировой общественности. Но мы готовы к вызову. Это будет, конечно же, определенным экзаменом для нас. Но, еще раз говорю, наша основная задача – провести чемпионат успешно и показать высокий уровень гостеприимства нашего родного города.